Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в вашем вопросе. Вы описываете ситуацию, в которой ударяете 13-летнего ребенка. По лицу, по лицу. Два раза. Вот, значит, из удовольствия у него истерика была. Значит, соответственно, седра на вас обиделась. Сперва вам, чтобы помириться с ней, нужно сперва попросить прощения у племянника. Это первое, что нужно сделать. Попросить прощения у племянника. Сделать так, чтобы сестра ваша видела это. А вот, нужно, чтобы племянник рассказал ей, ну или просто поделился с ней впечатлением о том, что вы обратили у него прощения. И далее вам нужно обязательно объяснить племяннику свою позицию. То есть, донести до него тот факт, что вы, например, его любите, что вы не хотели его бить совсем, что просто он истерил. И вы пытались его как-то успокоить, да? Вы хотели его успокоить и, соответственно, на то, чтобы его успокоить, и были направлены ваши действия. После этого, вот того, как вы, извините, перед ним, ну, значит, чтобы прошло два или три дня. После чего, вот, после того, как два или три дня пройдут, вам можно будет прийти к сестре и уже ей объяснить то, зачем вы хотите. Почему вы, вот, это делали? То есть, объяснить ей то, что вам не двигало, когда вы ударили племянника. Извиниться обязательно нужно сказать, что вы его любите очень сильно и что никогда бы не причинили бы ему боль. Никогда не ударили бы его, если бы он вел себя, например, по-другому. Ну, вот, а это такой момент. Далее, необходимо понимать, что если ваша сестра настроена, настроена против вас, то есть, если она изначально относилась к вам как-то вот негативно, то вряд ли она будет лучше к вам относиться. Я вам даже больше скажу, что лучше относиться к вам она не будет. Хуже будет, лучше нет. И это уже не ваша вина. То есть, у вас с сестрой, очевидно, есть проблемы какие-то. То есть, посмотрите, ребёнок истерит, то есть, бунтует. И, соответственно, здесь у нас либо гиперопека у ребёнка, либо, соответственно, строгость, чрезмерная, избыточная строгость. Но, в любом случае, то, что у него такая вот реакция, это, конечно, свидетельствует о определённой нездоровой атмосфере в семье, да, об определённой, ну, конфликтной ситуации в семье. Или, соответственно, сестра, если она позволяет себе такую модель поведения, то, в общем-то, у неё, скорее всего, и с вами тоже могут быть конфликты. Вот. Кроме того, я понял так, что там, судя по всему, нету отца ребёнка. И мальчик, соответственно, воспитывается без отца, и, в общем, его поведение в таком случае, оно нормально. Вот это нормально. Обычно мальчики их терят, когда воспитываются без отца, потому что, ну, женское воспитание не может им, мальчикам, к сожалению, дать всего, что вот, ну, всего, чего нужно. Вот. Это нужно понимать, вот, этот аспект. И, соответственно, очень много вещей могут быть сделаны вашей сестрой. Много, ну, ситуаций, много слов может быть сказанного, а именно из-за того, что она не удовлетворена и понимает, что мальчик её не слушается, понимает, что... Могут быть проблемы, у него большие уже есть проблемы, ему нужен детский психолог, потому что у него истерика, ну, потому что он истерик, ему нужен детский психолог. Вот. Соответственно, понятно, что психолога ему, ну, никто не даст, вот. Понятно, что психологу его отправлять не будут, это понятно. Вот. Но, тем не менее, это нужно сделать, это нужно сделать, потому что у мальчика большие проблемы. Вот. И ваша сестра, она это знает, скорее всего. Вот. Но ничего не делает, потому что у неё есть определённые проблемы. Вот. Поэтому поймите, что её обиды, она с вами не связана. Вот именно с вами, как таковой, либо сестра объявляется на вас по причине каких-то других обид, ну, совсем других обид вообще. Либо она объявляется опять на вас из-за того, как у вас конфликты были раньше, до этой ситуации. И в таком случае либо вы решаете эту ситуацию как-то вот своим способом, да, своими силами. Либо вы просто понимаете, что человек обиден на вас, ну, обиден на вас. Не из-за ребёнка, а вообще обиден. И здесь, соответственно, опять же, извиниться можно, но вопрос, готова ли она это принимать, готова ли она как-то вот слушать вас. Потому что обычно люди, которые обижаются, они то же самое как раз транслируют и своим детям. То есть нет ничего удивительного, что её ребёнок говорит, потому что она сама тоже обидами помышляет. Ну а обиды это соответствующее отношение к негативу и, значит, если она не может сама с негативом справиться, она, соответственно, не может научить этому ребёнка. И, соответственно, вам с ней договориться, ну, будет сложно. Опять же именно по той причине, что она специфичный человек. Именно вот, именно по той причине, что не удовлетворена, ну, может быть, не удовлетворена, а может быть, из-за каких-то других причин. Тут, на самом деле, может быть, довольно много всего, довольно много, может быть, факторов, вот. Можно понимать вам самой, нужно понять, для чего вы сделали, для чего вы ударили, ну, ребёнка. Да, то есть это довольно, ну, такое, да, неприятное действие для родителей, даже если вы родной человек, тёте. Вот, поэтому, вот, если вы сам сможете себе объяснить, даже мы это сделали, и сможете объяснить матери ребёнка, да, почему она так поступила, вот. То, соответственно, проблем у вас не будет. По крайней мере, если вы чувство вины не испытываете, ну, вам его и не надо испытывать, но, если вдруг вы испытываете чувство вины, то извиняться, наверное, пока не стоит, потому что ваша сестра, при вот, ну, при её отношении к себе, к ребёнку и так далее, она не готова будет выскучивать ваши извинения, если вы будете чувствовать себя виноватой. Это нужно понимать, хорошо понимать. То есть, впервые объясняете себе, почему вы так сделали, потом извиняете перед ребёнком, потом несколько дней вы ожидаете, извиняете перед сестрой, и смотрите на её реакцию. Если она настроена на позитивные отношения с вами, то она, безусловно, поймёт вас. Если она изначально не настроена ни на какие отношения с вами, то, соответственно, ни о каком понимании речь быть не может, и тут вам никак с ней не примириться. Ну, и вам, по своей стороне, тоже нужно как-то разрешить для себя такое противоречие, что вы бьёте ребёнка с сестрой, она обижается, вы хотите с ней помириться. То есть, для чего вы тогда били ребёнка, если вы не хотите находиться в конфликте с матерью ребёнком? Вы, наверное, знали, что она обидится на вас, на такое действие, но знали, что она не обрадуется в любом случае. Вот. Так, ну, вот здесь вот тоже такой противоречивый момент, и о нём именно вам, именно вам для того, чтобы вы сами для себя всё расставили по полочкам, нужно подумать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...